Пособия многодетным, оплата проезда и телефона ветеранам труда, компенсации по оплате услуг ЖКХ. Список можно продолжать, и он будет внушительным. Уже в сентябре 15 категорий льготников получат дополнительные субсидии из областного бюджета. Закон о расширении мер социальной поддержки, предложенный в Рио губернатора Игорем Бабушкиным, затронет 200 тысяч астраханцев. С 1 сентября будут эти льготы уже выплачиваться, и астраханцы получат большое облегчение в связи, и ветераны особенно, в связи с этими малыми суммами. Но в сумме они приобретают приличное количество, и мы астраханцы, мы истинные астраханцы, будем думать, что население об этом поймет и отнесется очень красиво к тому, что вот этот законопроект во втором чтении в августе будет принят уже областной думой. Чтобы обеспечить всех льготников из областного бюджета, дополнительно привлекут не менее 600 миллионов рублей. При средней пенсии в 10 тысяч рублей компенсации в размере 300-500 тысяч рублей для пенсионеров уже под спорье. Небольшая, на первый взгляд, экономия средств в итоге даст результат. Семейный бюджет Александра и Валентины Токаревых складывается из двух пенсий. Только на оплату услуг ЖКХ тратится едва ли не половина одного выходного пособия. 6 тысяч в зимний период, 4,5 летом. Супруг вник во все тонкости семейной экономики и почитал, компенсация расходов поможет перераспределить средства. Мы получаем эти все деньги, то хозяйка, маменька у меня очень довольна этими поступившимися деньгами. Она их платит на свои, как говорится, женские принадлежности, на приобретение лекарств, проезд к врачу, ну и на все остальные социальные необходимые нужды. И успею уметь даже экономить в хозяйстве, откладывать на предстоящие поездки отдыха. Три месяца назад в семье Жалеевых родился пятый ребенок – девочка. Многодетные семьи, согласно новым поправкам в кодекс о мерах соцподдержки, ожидают увеличения размера детских пособий и компенсации на покупку школьной формы. В семье один студент колледжа и двое школьников. Чтобы полностью с нуля сформировать комплект одежды для дочери, на ИЛЯ потратить не менее 15 тысяч. Но если речь идет о частичном обновлении гардероба, пособия сыграют роль финансовые подушки безопасности. Только пособия на ребенка планируют увеличить в два раза. По сравнению с тем, что вот, например, если 225 рублей сравнить, там будет гораздо меньше, ну, вдвойне получается. То есть на эту сумму я не смогу что-то купить. То есть, ну, мелочь какую-то куплю, там, трусики, маечки, там, носочки. А уже, грубо говоря, на две с половиной уже что-то можно будет такое купить. Там, те же самые брюки к школе даже, вот там, или рубашку. А за планирование семейного бюджета постепенно изучают старшие дети в семье Ажалиевых. Вечерами здесь любят раскинуть фишки, играя в монополию, чтобы с детских лет понять, как работает система расходования денежных средств. Елена Ролем, Игорь Нефиденко, Центр новостей.